Ум-намо бхагавате басудевая Ум-намо бхагавате басудевая Ум-намо бхагавате басудевая В традиционных обществах по всему миру Молодежь находилась под строгим контролем В наше время все в точности до наоборот И у молодежи очень много свободы Делать все, что они хотят Они так думают, поскольку они глупцы Молодежь — это более глупые люди, чем все остальные Все глупые таково положение в материальном мире Согласно Шримад Бхагаватам И это очевидный факт Те люди, которые не вопрошают о природе, о реальности, о смысле жизни, о том, что мы здесь делаем Глупы И это можно наблюдать в их деятельности Вместо того, чтобы делать то, что полезно вам А именно это должны делать разумные люди Люди делают то, что им вредит И можно видеть, люди курят, пьют То есть пьют алкоголь Пьют Кока-Колу Какую пользу это приносит? Кто-то может мне сказать, в чем польза Кока-Колы? Я могу вам сказать Польза в чем? В том, что мистер Кока-Кола, тот, кто владелец компании Он получает определенную прибыль Миллионы, миллиарды долларов С продажей совершенно бесполезной субстанции Бесполезным людям Или людям достаточно глупым, чтобы покупать это и пить Так что если мы не сосредоточены Если мы не знаем о том, что есть наше благо Истинное благо Мы будем становиться объектами эксплуатации других Поэтому столько говорят о свободе в наше время Потому что вас свободно эксплуатируют Почему? Потому что люди глупые Более разумные люди эксплуатируют менее разумных Они тоже неразумные, они тоже глупые Потому что они не сосредоточены на цели жизни Это называется аппасвардхапарайна То есть сильная привязанность к тому, что вам вредит Можете себе представить Люди испытывают необоримую привязанность к тому, что противоречит их собственному интересу И даже если мы считаем себя телом курения Что это хорошего нам дает? Но реклама говорит, если ты будешь курить, ты будешь сильным и крепким Ты не станешь таким Ты просто глуп А у молодежи глупость проявляется сильнее Поэтому в традиционных обществах Что значит глупость? То есть материальные желания становятся в этом возрасте очень сильными Поэтому в традиционных обществах молодежь находилась под строгим контролем Сейчас этот контроль убран и у молодежи нет желания слушать этих старичков с палочками И они очень горды и они думают Мы знаем, что мы делаем А эти старики не понимают, о чем говорят А тем временем ими полностью манипулируют через рекламу Через культуру моды Например, мода говорит, что вы должны завивать там кружочками свои волосы Зеленые в центре, там красные сверху И все так делают Затем мода меняется Вы бреетесь там с какими-то остатками волос И все так поступают Потому что люди глупы просто Они просто делают то, что им диктует мода Вот и все Вся молодежь глупа Все люди глупы За исключением тех, кто осознает Кришну Если вы подумали, что сейчас побьете меня Может быть, вы передумаете Я знаю, что вы так не поступаете Потому что вы следуете пути преданности Но даже сейчас это не так уж и редко встречается В культурах, которые еще под каким-то традиционным влиянием находятся Мы видим, что, допустим, дети не бьют своих родителей и не убивают Ну, конечно, мы и сейчас не встречаем часто случаи, когда дети убивают своих родителей Во всех культурах Но порой бьют Дети бьют своих родителей Но не в индийской культуре В индийской культуре С одной стороны, вам говорят Что нужно уважать старших Нужно следовать чему-то С другой стороны, есть целое общество И целая культура, которая говорит Просто будь диким, будь свободным Не следуй никому И вы оказываетесь между двух этих огней С одной стороны То есть пока вы не покажете, что вы великий, наслаждающийся в материальном мире Там с крутой прической Я не знаю, что значит это слово «крутой», честно говоря То есть есть такой термин «крутой» Но что это означает в точности? Кто-то может сказать, что это значит? Глупость? Нет, нет Это не то То есть когда вы выглядите более глупым Нет Люди думают, что вы должны выглядеть Как будто вы на вершине всего Вы очень уверены в себе Вы очень модный человек Модно одеваетесь Да, это глупость, конечно То есть вы должны сделать из себя того Чего хотят от вас люди Выглядеть сексуально Ну, я уже не могу гнаться за модой Они постоянно меняют терминологию Постоянно меняют Мода меняется В английском постоянно меняются термины Раз в год я посещаю Запад и порой не понимаю людей Потому что все время используются новые термины В этом смысле ведическая культура отличается Потому что есть определенная, конкретная устойчивая цель Прежде всего, это понимание того, что мы не тело Мы не чувство, мы не ум Все здесь временно Ваша юность временно Она долго не продлится Ничего не продлится Единственная реальность Это Кришна Сознание Кришны Это реальность Только что получил утром сообщение Там приводилась цитата В юности у вас физическая сила есть Но при этом мудрости нет Как правило, люди вообще не мудреют Потому что они всю свою жизнь Тратят на погону за чувственными наслаждениями И смотрят теле Как они могут какую-то мудрость обрести Но Они говорят, в старости приходит мудрость Но в мудрости Материальная энергия вас просто раздавливает И вы уже начинаете просто быть осторожными В отношениях с другими и так далее Но к этому времени у вас уже физических сил никаких не остается То есть на то, чтобы делать Чтобы посвятить себя дисциплине необходимой Для того, чтобы познать себя Так что это такая дихотомия В материальной энергии То есть в юности у вас есть силы Это энергия А нет мудрости при этом Чтобы действовать правильно А в старости Если вообще к людям приходит какая-то мудрость Если они не превращаются просто в маразматиков Которые сидят перед телеком И совершенно не понимают Не осознают того факта Что им скоро придется умереть Они продолжают пить, курить И желать секса На который они уже не способны Если только им не пересадят железо от обезьян Как у Фрэнка Синатры Но даже в этом случае не уверен Что будет физическая сила В старости Просто подняться по ступенькам Это уже большое достижение В молодости вы даже не думаете об этом Просто сбегаете по лесенке На самом деле в Дубае никто этого не делает Потому что везде лифты Люди даже не знают, что такое лестница Но если вы случайно открываете не ту дверь В многоквартирном доме Вы вдруг увидите какой-то интересный объект Под названием лестница То есть они не поднимаются по лестницам Но иногда ходят в гимнастический зал И тратят кучу денег на это Это еще одна очередная глупость Люди обзаводятся разными возможностями Которые избавляют вас от необходимости Заниматься физическим трудом Но вы становитесь просто дагляком И вам приходится тратить деньги Чтобы заниматься в зале То есть люди просто глупые И их эксплуатируют Вся эта современная цивилизация Люди говорят, что мы очень продвинутые Мы прогрессивные У нас свобода Но это общество эксплуатируемых Как Кока-Кола, например Почему это многомиллиардный бизнес? Неужели вкус Кока-Колы такой удивительный? Нет Неужели она такая питательная? Нет Потому что там нет вообще никаких питательных веществ Все это делается за счет глупости людей Если вы рекламируете людям Нечто совершенно бесполезное Они это будут покупать Вот и все Спортивные звезды Это очередной нонсенс Они пьют Кока-Колу О, я тоже должен купить И это работает И так со всем Они продают там покрышки от автомобилей Машины и так далее То, что людям не нужно Сотовые телефоны и так далее Просто Раздуваются желания То есть современное общество В современном обществе люди Они остаются детьми Подобными детям Всю свою жизнь У них нет независимости Им навязывают Делай это, делай то Делай это, делай то В школе Вам постоянно лгут В современном обществе Я не говорю, что вам сознательно лгут Но существуют эти мифы Множество мифов Иди в школу Изучай, учись У тебя будет хорошая работа И ты будешь счастливым Это нонсенс Разве вы видели кого-нибудь Кто, допустим, окончил школу И получил хорошую работу Что, он танцует на улице от счастья? Нет, это просто Это жернова просто Вас просто перемалывают всю вашу жизнь И распространяют миф Секс Прекрасные женщины Это абсурд Вы думаете О, если я буду иметь секс Будет так классно Ну, все люди занимаются сексом Разве они счастливы? Счастливы ли от того Что они там Извергают какую-то жидкость Между ног А со стороны женщины Они там принимают эту жидкость Разве люди Счастливы? О, как классно Как удивительно Существуют эти мифы в человеческом обществе Вы можете быть счастливыми От того, что у вас хорошая работа Сам этот термин Хорошая работа Это просто миф Хорошая работа? Что это такое? Вы работаете на кого-то Вам платят деньги По головке гладят, если хорошо Если вы хорошо работаете Или выбрасывают вас за дверь Если вы плохо работаете И вы можете купить себе где-то квартиру И проживать свою жизнь Столько мифов Человеческое общество Эволюционирует Все становится лучше Да, конечно Удивительно Какая же у нас удивительная жизнь В наше время У нас научным образом Загрязненный воздух для дыхания Потому что Все это современная наука Вы видите В прошлом люди Дышали обычным воздухом Но в наше время Воздух улучшен Знаете, как иногда в воду добавляют минералы Точно так же в воздух добавляют Эти химические вещества Яд, то есть И вода Рекламируют Раньше люди просто пили воду А сейчас Особенным образом Обработанная вода С добавленными минеральными веществами Это очень научная штука И вы должны за это платить Раньше люди просто не могли себе представить Чтобы платить За воду Которую пить Можно Но это называется прогрессом И при этом вы должны работать Чтобы заработать денег Чтобы платить за воду И есть ту пищу Которая начинена Химическими веществами Солью Которая вызывает Диабет Проблемы с почками И так далее Но вы не знаете Потому что вам об этом не скажут в школе Вам это не скажут Они обо всем этом Вам не расскажут Это все общество Обманщиков И обманутых Если вы Пойдете Залезть в интернет Вы обнаружите Что этот политик Говорит то-то и то-то Но на самом деле Он обманывает Он рекламирует Он рекламирует эту пищу Макдональдс Но в действительности Эта пища очень плохая И вы видите Что все это эксплуатация Но На самом деле Это не только сейчас происходит Это происходит С незапамятных времен В наше время Этот обман Это Эти мифы Пронизуют Каждую сферу жизни Но В сущности Эта эксплуатация Этот обман Он всегда существовал В человеческом обществе Например Национализм Умри за свою страну Но при этом Вы не видите Что Лидеры государств Идут и умирают За страну Идите Идите Мы наградим вас Орденом Если Ты придешь живым С войны И играют Патриотическую музыку И вы идете туда Отдай свою жизнь за страну Иди Напади на Ирак Чтобы на родине У тебя было достаточно нефти Подождите Подождите Мы не поэтому Напали на Ирак А почему Из-за Саддама Хусейна Он Скотина Но все они На самом деле Такие В большей Или меньшей степени Они говорят По гуманитарным причинам Нам нужно было Избавиться От Саддама Но Они не напали на Китай Когда те Захватили Тибет Когда Напали на Кувейт Американцы пришли на помощь А когда Напали на Тибет Американцы Не пришли на помощь Похоже Что в Тибете Не так много нефти Или Они ее еще не обнаружили Это происходит И это не только В современном обществе Как правило Лидеры более разумны Чем не лидеры Но Все глупые И это не только В современном обществе С незапамятных времен Майя Всех превращает в клоунов И если Вам нет равных в том Что вас эксплуатирует Майя И вы думаете О, какой я Успешный Я такой великий У меня столько денег У меня спортивная машина есть Две с половиной Красивых Подружки Я не уверен О половине Потому что она Еще с другим парнем Ходит Сейчас На Западе Все бегут Одновременно У каждого парня Три Подружки У каждой Девушки Трое парней И у них Одновременно Больше Чем Один партнер Это на самом деле Ужасно Аборты И так далее Так что Нет ничего нового В том Что люди глупые Но По мере того Как Кали-юга Прогрессирует Становится Все Сильнее Это Проявление Глупости Усиливается Хотя Эта глупость Присутствует У всех Во всех Обществах Во всех Культурах Имеет место Эксплуатация Эти мифы Распространяются Обман Даже Эта идея Если вы Живете Добропорядочной Жизнью Заботитесь О семье Это Очень хорошо Очень похвально Ну На самом деле Не совсем У многих Животных Тоже есть Семьи Если у нас Нет понимания Того Кто мы Такие Откуда мы Пришли Куда мы Идем Какова Цель Жизни Без всего Этого Мы Просто Терпим Поражение Что означает Несмотря На всю Нашу Славу Знаменитость Мы Просто Терпим Крах Если вы Великий Человек Может быть Вам Памятник Поставят Не в этой Стране Потому что У Ислама Нет Статуй Но В другой Стране Вам Может быть Памятник Поставить Как например По всей Индии Стоят Памятники Махатми Ганди Вам Могут Поставить Памятник Но вы То уже Мертвы И вы Можете Переродиться Голубем Который Как раз Сходит На голову Вашей Же Статуе То есть Вас В прошлой Жизни Они Ставят Памятник И затем Приходят Разные Лидеры Говорят О Махатме Ганди Но у них Нет Никакого Намерения Следовать Ничему Из того Что он Говорил Ну Проводят Национальные Праздники Махатма Ганди Это Вклад Махатма Ганди В современную Индию По крайней Мере Правительство У правительственных Служащих Есть Выходной Тем временем Где Махатма Ганди Что с ним Случилось Ну Согласно Популярному Мифу Согласно Натараму Годсе То есть Тому Человеку Который Держал Пистолет Из которого Вылетели Пули В Махатму Ганди Я не так Это все Изучал Хорошо Но он Был убийцей Махатма Ганди И он Сказал Он Никогда Не говорил Хэрам Когда умирал Ну Так Даже Если Он Сказал Это Хорошо Для него Но Несмотря На Всю Его Борьбу Избавить Индию От Тирании Британцев Сейчас Индией Правят Тиранией Индийцев То есть Вы можете Довольствоваться Тем Что вас Эксплуатируют Ваши же Соотечественники Нежели Те Кто Родился В другой Стране В этом Вы можете Черпать Удовлетворение Даже Великие Люди Которых Называют Великими Героями Каков Смысл Их Жизни Что Дальше Сейчас Вы все Молодые Кем Вы будете Через Сто Лет Что Такое Сто Лет На самом деле Это Просто Мгновение Где вы будете Все Через Сто Лет Вы Когда Нибудь Об этом Задумывались Надеюсь У вас Бывают Мысли Так Истинный Разум Означает Что Мы Начинаем Думать О Таких Вещах Вот Я Здесь Почему Я Здесь У Меня Это Тело Если У кого То Такое Тело Он Думает О О О Какое Слишком Худое Я Хотел Бы Иметь Тело Толще А Тот У кого Тело Толстое Он Думает Нет Я Хотел Быть Немного По Стройнее Вы Никогда Не Довольны Тем Что У вас Есть Я Не Просил Чтобы Я Казался В Такой Ситуации Как Я Оказался В Этой Ситуации Что Произойдет В Будущем Я Что Снова Рожусь И Снова Мне Придется Проходить Через Все Это Через Рождение Смотреть Рекламу Кока-колы Всю Свою Жизнь Еще Одну Жизнь Мы Не Знаем Что Мы Делаем Это Невысказанная Такая Идея Работай Зарабатывай Деньги Наслаждайся Наслаждайся Что Значит Вам Показывают Как Едет Быстро Машина И Вы Можете Этим Наслаждаться Но На самом деле Вы Не Можете Вы Не Можете Права Быстро Водить Как Правило Пробки Если Вы Быстро Ездите То Вас Скорее Всего Штрафуют За Превышение Скорости Ну Заниматься Сексом Это Тоже Всегда Рекламируется Как Великое Наслаждение Но В конце Концов Ослы Тоже Все Этим Занимаются Это Не Так Уж Удивительно И Замечательно Так Что Мы Должны Задуматься Что Мы Делаем Как Я Оказался В Этой Куче Мусора Как Выбраться Из Нее Это Более Важный Вопрос Что Происходит После Смерти Согласно Урокам Биологии Косвенно Они Говорят Что Происходит После Смерти Ничего Потому Что Вы Перестаете Существовать Ведь Вы Тело Или Если Вы Верите В Ислам То Вы Отправляетесь В рай А все Остальные Идут В ад Потому Что Бог Любит Вас Я Не знаю Суниты Позволяют Шиитам В рай Попасть Шииты Возможно Они Пускают Сунит Сунитов Я Не знаю Что Происходит Я Не знаю Что Они Думают На Лошадь Заскочить И в рай Полететь Что Вроде Этого Что 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 Действительно Происходит В этом мире Неужели Благодаря Тому Что Мы Верим В То Что 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 Сказал Мы Спасаемся И Свобождаемся От Всего Этого Но Прежде Всего Большинство Людей Вообще Не Задумывается О Цели Жизни И Даже Если Они Задумываются Как Правило Они Находят Какой-то Совершенно Неразумный Ответ К Примеру Уверуйте В И Затем Вы Можете Заполнить Пустое Место Уверуйте В Того 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 И Вы Спасетесь Многие Религиозные Люди Они Религиозные Но Они В Сущности Не Задумывались Почему Я Родился Почему Это Почему То Просто Они Родились В Христианской Семьи Они Они Семьи Они Семьи Семьи Религия Я Христианин И Должна Быть Это Самая Лучшая Религия Если Кто-то Родился В Семьи Мусульманина Он Думает Я Мусульманин Это Самая Лучшая Религия Они Вообще Не Задумывались Почему Возможно Они Даже Не Знают Каковы Принципы И Учения И Философия Их Религии То есть Которой Они Как говорят Принадлежат Они Просто Думают Что Это Должна Быть Истина Потому Что Этому Меня Учили С детства Все Остальные Лучше Верить В Это Потому Что Все Остальное Может Быть Опасно Для Вашей Жизни Я Думаю Что Мы Должны Задуматься Мы Настолько Обусловлены Той Культурой В которой Мы Воспитывались Люди Не Думают Большинство Людей Не Думают Ну Все Вокруг Меня Действуют Так То Я Тоже Так Но Всеми Просто Манипулирует Та Культура В которой Они Воспитывались И Даже На Западе Люди Говорят У Людей Свобода Выбирать А Это На самом деле Не Свобода Потому что Есть Определенное Культурное Воспитание И Определенные Культурные Идеи Есть Система Образования Вы Не Свободны Выбирать То Какое Образование Хотите Получить Вам Внушают Внушают Ценности Образовательной Системы В которой Вы Воспитываетесь Человек 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 Должен Быть Действительно Разумным Очень Разумным Чтобы Задуматься О Цели Жизни И о Том Как Выбраться Из этого Ящика Культурной Глупости В которой Нас Поместили И не Просто Принимать За чистую Монету Все Потому что Все остальные Делают Я тоже Должен Делать Это Так Работает Мода Это Глупая Мода Все Должны Вот Такую Прическу Носить Или Этакую И это Постоянно Меняется Так что Человек Должен Обладать Серьезным Разумом Чтобы Выйти Из Этого Круга Мышления Который Вам И Задуматься А что же Я делаю Кто Я такой Какова Цель Жизни Куда Мы Все Направляемся Это Сознание Кришны Это Не Просто Какая-то Религия В которую Нужно Уверить Уверовать В Действительности Это Предназначено Для Очень Разумных Людей И Не Так уж Много Таких Как Кришна Говорит В Бхагавадгите Из Миллионов Людей Лишь Единицы Заинтересованы В том Чтобы Понять В чем Состоит Высшее Совершенство Большинство Людей Либо довольствуется Тем Что делают То что делают Все остальные Либо они Не удовлетворены Или они Просто Слишком Ленивые Слишком Тупые Чтобы Задуматься О том Что Есть Некая Альтернатива Даже Если Люди Знают Что Они Несчастные Они Слишком Боятся Действовать Не так Как все остальные Потому что Они боятся Что люди Будут Называть Их Глупыми Если Вы среди Глупцов Не поступаете Глупо То Вас Называют Глупцом И люди Этого Боятся Потому что Они Глупые Они Хотят Чтобы Всех Признавали Так что Эта идея Что Чтобы Вас Признали Остальные Сначала Вы должны Знать Чье Одобрение Вы хотите Получить Если Вы хотите Получить Социальное Одобрение От тех Людей Чьи Жизни Не Имеют Никакого Направления Они Просто Пляшут Под чужую Дудочку Вы Присоединяйтесь Просто К этому Стаду Овец Которые Идут За всеми Остальными Я Говорил О Мифах Например Вам не Говорят О Манипуляции Экономической Системы Возможно Ты Вот Связан С Банковским Делом Ты Наверное Знаешь Как Работает Экономическая Система У Несколько Человек Очень Много Денег А Остальные Перепадают Крошки С Одной Стороны Они Выступают Против Наркотиков Но С Другой Стороны Это Огромный Бизнес По Всему Миру Кто Этим Занимается Не Просто Какой То Человек Который Сидит В Камере В Какой Нибудь Это Богатейшие Люди В Мире Как Они Разбогатели Эксплуатируя Других Незаконное Отмывание Денег И Законное Отмывание Денег Законное Отмывание Денег Называется Дубай Без Вопросов Есть Конечно Другие Виды Серьезного Бизнеса В мире Это Продажа Оружия Очень Много Денег Приносит Для Этого Нужны Войны Войны Очень Прибыльное Дело Нам Очень Много Не Говорят Я Не знаю Как В этой Стране Но В Индии Вот Один Маленький Пример Одно Великое Достижение Современной Жизни В сравнении С примитивной Эпохой Когда у людей Не было Научного Прогресса Это Сейчас У нас Есть Соль Экстра Вместо Кусков Можно просто Высыпать Ее И она Течет Без Кусков Они Добавляют Туда Просто Какой-то Химический Элемент Они Вам Об этом Не Рассказывают Но Эти Химические Вещества Очень Сильно Вредят Вашему Здоровью Почему Столько Аппаратов Диализа Импортируется В Индию Для того Чтобы лечить Лечить больных Диабетом Главная Причина Потому что У них С почками Проблемы Из-за Диабетом Вещества Соли Знали Об этом Мистер Доктор Они Вам Рассказывали Но Почему Правительство Это Позволяет Вы Должны Знать Вы Знаете Как Врач Что Например Рафинированная Соль Очень Вредна Для Здоровья Почему Столько Диабета Это Одна Из Причин Конечно Это Не Единственная Причина Это Одна Из Причин Правительственные Чиновники Знают Но Деньги Все Решают Это Бизнес Массовое Производство Соли Это Одобрено Пищу Которую Мы Едим Начинена Ядовитыми Химическими Веществами Почему Правительство Позволяет Продавать Табак Это Бизнес Нефть Очень Загрязняет Среду Есть Альтернативные Сточники Энергии Но Правительство Хочет Качать Нефть Потому Что Это Большой Бизнес Так что Очень много Лжи Распространяется И мы Слышим О всех Этих Теориях Заговора О том Что Евреи Там Правят Миром И Джоар Буш В союзе С Усамом Бин Ладеном Был Есть Целые Фильмы Об этом Миф Про Свиной Грипп Был Инспирирован ООН Есть Очень Много Подобных Вещей В интернете Об этом Говорится Я не знаю Правда Это Или Нет Но Это Вполне Возможно Столько Всего Происходит Если Была Полная Свобода Знать Все Это Изменилось Бы Их Отношение Возможно Некоторые Люди Эксплуатируют Некоторые Эксплуатируются Но Тем Временем Все Упускают Истинную Цель Жизни Очень Много Усилий Прилагается То есть Многие Люди Которые Являются Лидерами Современного Общества Сознательно Манипулируют И Этим Самым Приносит Огромный Вред Населению Я думаю Что Каждый Кто Смотрит Альтернативные Стороны В интернете Понимают Это Люди Указывают На это Политики Обманывают Пищевые Компании Обманывают Суды Сейчас Обманывают Недавно Один актер Получил Только Три года Тюрьмы За то Что Содействовал Убийству Сотен Индийских Граждан Еще Возмущаются Почему Ему Так Много Дали Три года Они Хотят Видеть Его На экранах Фильмов Болливуда Он Предатель Его Расстрелять Нужно Но Он Великий Человек И Поэтому Получил Только Три года Тюрьмы Есть Вот Эта Идея Люди Должны Иметь Право На свое Мнение Они Должны Иметь Право Выбирать Но У них Нет На самом деле Разума Чтобы Это Делать Большинство Людей Поскольку Люди Хотят Чувственного Наслаждения Ну Политики Обманывают Нас Ну Ладно Выпьем Пивка Забудем Посмотрим Спортивную Передачу Забудем Об этом Пойдем К проститутке Или Наберем Номер Позвоним Проститутке И забудем Обо всем Или про Подружки Позвоним Итак Преданные Знают Что есть Правда Что Есть Правильно Это Выглядит Очень Гордым Да Мы Знаем Что Правда Вы Не Знаете Все Вы Люди Глупые Но На самом Деле Это Именно То Что Шримад Бхагатам Говорит Почему Вы Верите В это В то Что Было Написано Давным Давно Какими-то Людьми Которые Никогда Не летали На Луну Они Не Знали Что ДНК Или Гены Или РНК У них Не Было Компьютеров У Не Было Особых Медицинских Средств По Последнему Слову Техники Что Эти Люди Вообще Могли Знать Ну В Действительности В Ведической Культуре Люди Были Продвинуты В Плане Медицины И У Них Было Всевозможное Знание Продвинутое Материальное Знание Но Факт Остается Фактом Парабх В Владеет В Компьютером Если У Космические Ракеты Все Равно Люди Просто По глупости Тратят Свою Жизнь Если Они Не Вопрошают О Цели Жизни Похоже Что Я Слишком Долго Говорю Для Молодежи Мне Сказали Что Они Больше Десяти Минут Не Могут Слушать У Них Очень Беспокойный Ум Им Нужно Посмотреть На Свой iPod Но Вы Все Слушайте Похоже Что Вы Разумнее Чем Большинство Молодых Людей А Может Быть Вы Просто Хотите Как Было Здорово Если Меня Не Было Но Это Важные Вопросы Это Важные Вопросы Которых Нужно Думать Хорошо Мы Говорим Что Это Правда Посмотрите И Увидите Вы Не Можете Изучить Все Философии Мира Все Пути Жизни В Мире Но Вы Соприкоснулись С этим Изучите И Увидите Каков Смысл Жизни Что Происходит После Смерти Это Важные Вопросы И Веды Отвечают Они Дают Превосходные Ответы Например Мы Оказываемся В определенной ситуации В зависимости от того Что мы делали В прошлой жизни То что Как аукнется Так и откликнется На каждое действие Есть равное противодействие То есть Это справедливо Как Это справедливо Также и в тонкой сфере Я могу Побить старушку Какую-нибудь В парке Я думаю Что это не делают В Дубае Но в Англии Это вполне возможно Там люди Более цивилизованные Насилования Старушек То есть Там люди делают Совершенно Несусветные Вещи Вы можете подумать Мне Сойдет Это с рук Но нет Господин Не сойдет Есть космические Кармические законы И мы фактически Можем почувствовать это Если мы принимаем Сознание Кришны Мы испытываем удовлетворение И мы можем понять Вся эта культура Мясоедства Это ужасная культура То есть Вызывающая боль У других живых существ Люди только говорят О гуманности О спасении евреев Палестинцев В зависимости от того На какой стороне Вы находитесь Но Почему мы считаем Что убивать людей плохо А убивать животных Это нормально Так или иначе Они же тоже страдают И за это приходится платить Кармические То есть Те, кто причиняет Страдание животным Должны расплачиваться За это Почему мы должны Быть такими тупыми Чтобы просто следовать Всему, что делают другие Люди курят Мы тоже курим Люди идут на поводу Своих чувств Занимаются везде Там сексом И мы тоже Но зачем Почему мы Тоже должны Становиться Объектами Эксплуатации других Почему бы Не подняться На более высокий Уровень сознания Мне нужно Идти уже И это сознание Кришны Подняться На высший Уровень сознания И понять Кто мы такие Почему мы Оказались В этом Отвратительном месте Под названием Материальный мир Что мы должны Делать В своей жизни Не просто Следовать Тому Что диктуют Нам другие люди В действительности В сознании Кришны Мы тоже Должны следовать Тому Что диктуют Другие Но мы Выбираем За кем Идти Ради Собственного Же блага Мне уже Пора ехать Я бы посоветовал Чтобы мальчики Поехали на программу Вальхоз Гурмахараш Предлагает Сделать Такое Нечто Вроде Паломничества Вальхоз Кто может К нам присоединиться Будет здорово То что Вы не видите Дубай Очень Развит Но он развит За счет труда Эксплуатации Людей Которые Живут В таких Лагерях Как Альхоз В Индии Говорят Развивать Нацию Нужно Но это Делается За счет Эксплуатации Все эти Большие Здания Возведены За счет Эксплуатации Людей Которые Строили Им Платили Гроши Какие-то И они Просто Тяжело Трудились Вот этих Людей Вы не Видите Вы Наслаждаетесь Своим Своей Удобной Жизнью Людей Среднего Кришны С ними Тоже Возможно Они Не очень Искушенные Усложненные И образованные Как Вы Но им Нравится Петь Харе Кришна В конце Жизни Не важно Какого Вы класса Среднего Или Еще Какого Нибудь В конце Жизни Вы должны Помнить Кришну И эта Возможность Открыта Каждому Вопросы Вопросы Мир Это Тюрьма Куда Нас Всех Заставили Прийти Мы Не Добровольно Пришли Сюда Ну В каком То Смысле Да Что Ты имеешь Ввиду Что Это Игра Внешней Энергии Кришны Рождение Смерть Старость Болезнь Это Не Просто Игра Это Не Просто Спектакль Это Факт Если Кришна Желает Он Может Забрать Всех Душ Да Но Он Предоставляет Нам Некоторую Независимость Мы же Этого Не хотим Он Желает Чтобы Мы Пришли К нему Но Он Дает Нам Возможность Выбрать Независимость Свободный Выбор Но Мы Не Хотим Если Мы Хотим Пойти В Духовный Мир И Там Пить Кока-колу Вместо Того Чтобы Служить Кришне Мы Хотим Если Мы Хотим Игнорировать Кришну То Мы Превратим Духовный Мир Просто В Беспорядок Те Кто Не Хотят Служить Кришне Те Кто Не Хотят Быть В Духовном Мир Для Них Существует Это Место Это Место Очищения Если Мы Действительно Принимаем Это Очищение Если Мы Не Очищаемся То Никакого Очищения Не Происходит Мы Должны Добровольно Согласиться На Процесс Очищения Духовный Мир Означает Что Там Все Добровольно Служат И Любят Кришну Если Мы Не Хотим Этого То Мы Не Будем Там Счастливы Я Лучше Буду Рождаться Устарить Умирать Но При этом Сохраню Свою Независимость Вот Поэтому Мы И Здесь Кришна Хочет Нас Забрать Но Есть Определенные Условия Сам Тот Факт Что Мы Не Верховный Наслаждающийся Означает Если Мы Попытаемся Им Ими Быть То Это Будет Лишь Источником Беспокойства В Духовном мире Поэтому Это Место Для Тех Людей Которые Хотят Действовать В своих Фантазиях Воображать Себя Верховными Наслаждающимися Так что Не Осуждайте Кришну Это Наша Вина Что Мы Здесь Не Нужно Осуждать Кришну За Это Что Шри Шри Читание Махапрабху Принял Саньясу От Кешава Бхарати То есть Были Другие Гуру Вайшнавы Тогда Он Получил Саньясу От Саньяси Как-то Его требует Традиция Читание Махапрабху Мог бы Получить Вайшнава Саньясу От Ишварапури До Этого Но Тогда Не Было В тот Момент Саньяс Вайшнава В той Области И Поэтому Разыгрывая Эту Лилу Читание Махапрабху Принял Саньясу От Кешава Бхарати То есть Он Разыграл Таким Образом Лилу Принятие Саньясы Фильмы О Супергероях О Суперменах Это Просто Нонсенс Супермен Бэтмен Спайдермен Это Просто Совершенная Глупость Звездные Войны Какие там Еще Властелин Колец Матрица Это Все Нонсенс Да Люди Глупые Разум Начинается Когда у вас Появляется Разум Отключить Телевизор Это Просто Обработка Обработка Сознания Пробуждение Пробуждение Такого Разума Это Когда Чистые преданные Дают нам Возможность Получить доступ К этому Знанию Но мы Должны Так же Сами Его Взять Милость Дается Но мы Должны Принять Ее Так же Слушая Служа Практикуя Есть Такой Распространенный Миф В Искон Пожалуйста Не обижайтесь Только Потому что Есть такое Слово Искон Это еще Не означает Что туда Не может Проникнуть Майя Такой Миф Что Просто Имейте Гуру И все И вы Получите Все Милость Это так Гуру дает Милость Но как Он дает Милость Давая Наставления Которым Вы Должны Следовать Шейла Прабхапада Буквально Каждый Денно И Ночно Он Излагал Духовное Знание Поэтому Милость Прабхапада И чтобы Получить Ее Мы Должны Слушать Это И получать Эти Наставления Так что Это Миф Просто Получите Милость И Какой Нибудь Шахтипад Вас Зарядит Как Знаете Электрическим Разрядом Милостью Но Нет Милость Означает Что Гуру Учит И Вы Берете Эти Наставления И Применяете Их В своей Жизни Вот Как Работает Милость В Противном Случае Это Просто Такая Традиционная Индуистская Мифология Заведите Себе Гуру И Он Дает Это Как Аппарат Раздающий Благословения Вот И Прибор Дающий Дающий Посвящение Благословения Нет Не я думаю То что я думаю Не имеет Никакой важности Я совершенно Незначительный Мое мнение Ваше мнение Это все Бесполезно Каковы факты Какова истина Сам этот вопрос Вы считаете Этот Уже сам по себе Вопрос Уж Простите меня Это уже Свидетельствует О том Что вас Обработало Современное Общество Этой глупостью Потому что В этом обществе Очень ценится Мнение людей Они идут На улицу И спрашивают А что вы думаете По поводу Этого и того Ну я думаю Та-та-та-та-та Они придают Столько значения Тому Что люди думают Но при этом Никто не задумывается О том Какова правда Какова истина Каковы факты Патриотизм Под управлением Китайцев А не индейцев И Болливуд Будет под контролем Китайцев А не индейцев И незаконный секс Азартные игры Интоксикации Мясоедение Все это Будет управляться Китайцами Вместо индейцев Может быть Стоит попросить Китайцев Напасть Они более дисциплинированы Чем в Индии Может быть Это хорошая идея Может быть Стоит их пригласить Потому что Если например В Китае Обнаруживают коррупцию То там Две альтернативы Либо вас Расстреливают Либо вешают Иногда Садят в тюрьму Но они Очень строго К этому относятся Может быть Это хорошая идея Может быть Пригласить китайцев Хорошая идея Но тогда Не нужно Тратить столько Денег На армию Так же Какой смысл Какой смысл Быть патриотом Демонической страны Индия Демоническая страна Они сейчас гордятся Что Они самые Великие экспортеры Говядины в мире Правительство Продвигает Это И не думайте Что это только Конгресс Больше скотобоин Было Открыто Во время Периода Барати Джанета Парти Чем в другие Периоды Так что Это еще один миф Что В Индии Мы защищаем Культуру Совсем нет Британцы Они были более Озабочены Сохранением Индуистской Культуры Чем после Независимости Сами индийцы Они сохраняли Все стандарты Потому что Они не хотели Возбуждать Религиозные Беспорядки Но когда Первый премьер Министр Индии Он был Браманом Который ел Говядину И Поощрял И он сам Занимался Незаконным сексом И так далее Люди слепо Следовали Что британцам Не удалось Сделать Индийцы Смогли это сделать После обретения Независимости Индии Махат Маганди Одним из его Великих вкладов В современную Индию Это убийство Коров После обретения Независимости Люди Говорили Что мы должны Спасти нашу Культуру И одной Из главных Частей Культуры Люди Отдали Свою жизнь За Движение Независимости И они хотели Остановить Убийство коров Когда Индия Обрела Так называемую Независимость Они хотели Они хотели Прекратить Убивать коров Махат Маганди Сказал Нет Это нужно Разрешить Мусульмане Хотят этого Христиане Хотят этого Нужно Разрешить Они все Сказали Махат Маганди Ки Джай И с тех пор Миллионы Коров Убиваются В Индии И вы удивляетесь Почему Некоего Человека Из города Порбандар Застрелили Патриотизм Защита культуры Это очередной миф Который вам навязывают Я не считаю Что Китай Должен Вторгнуться В Индию Конечно же Индийская армия Должна защищать Страну Но Что вы защищаете Насколько бесполезные политики Китайцы просто Вошли в Индию Пробовали Две-три недели здесь И затем вернулись И Индия Не знала вообще Что делать Это было Совершенно унижение Заявляйте с гордостью Что вы индейцы Но их Просто унизили Залепили Залепили им Оплеуху Сейчас мы говорим О политике Но это факт Индия говорит Мы не будем Эту проблему понимать Мы будем Друзьями Это просто унижение Унизительное И Китай знает Об этом Индия тоже Об этом знает Они должны были Сказать им Когда они только Пришли У вас есть 12 часов Чтобы Уйти Иначе Будет война Они бы ушли Но они это не сделали И как это Какой-то позор Для индийской армии Установка против Ислама и христианства Почему должна быть установка Против ислама и христианства Мы должны понять В чем истина В этом смысл Какова природа Бога Как политика В этой стране По крайней мере Это может быть И не самое лучшее Выступать против Открыто против Христианства и ислама Это вообще Смелая Попытка Делать такое Мы не должны Говорить Что мы против ислама В принципе Идея ислама Очень хороша Это преданность Богу Но есть какие-то Определенные Нюансы То есть можно сказать Что Что В понимании Им необходимо Что-то улучшать Любая религиозная система Которая основана На насилии Не может То есть на Ненужном насилии Она не может быть Очень продвинутой Я не говорю О терроризме Сейчас Который Широко Ассоциирует С исламом Хотя Этим занимаются Лишь Очень немногие люди Считающие себя Мусульманами Например Общепринятый ислам Предполагают Убийство животных Это нельзя считать Божественным Может быть мы Можем как-то Другими словами Это высказывать Возможно Самое лучшее Это Проповедовать Реальность Реинкарнации И это Автоматически Оставляет Все эти религии Где-то там Позади Потому что Они все Основаны на Теории Одной жизни Я не уверен В точности Что они сказали Возможно Это слишком сложно Сейчас в это все Вдаваться Вы должны быть Достаточно хорошо Образованы Но Помимо того Что порой Ваши друзья От ничего делать Задают вам Вопросы Вы могли бы Досконально изучить Философию Вайшнауф И проповедовать В мире Все Вы Все вы Молодые люди Могли бы этим заняться Истинный успех Нашего движения Будет Определяться Не тем Как мы Распространяемся Среди Относительно Небольшого числа Индусов Но в том Как мы Способны Убеждать Людей С другим Культурным Прошлым Как мы Способны Убеждать Их В учении Бхагавадгиты Как она есть Вот в этом Будет истинный успех Так что Если вы хотите Это делать Вы можете Обучиться Этому Возьмитесь В основном Наше движение По всему миру Главным образом Сосредоточено На людях С индусским Происхождением Это нормально Но Истинный успех Будет заключаться В том Что мы сможем Приводить Людей Которые По своему Прошлому Никак не склонны К сознанию Кришны Если мы сможем Их приводить К сознанию Кришны Это продемонстрирует То что мы Проповедуем Универсальную Духовную науку А не просто Какое-то Какое-то Ответвление Индуизма Да Есть много Отраслей Таких Узких Направлений В которых Преданные Могут Получать Особую Подготовку Вы тоже Можете Взяться За что-то Можно ли Христианские Писания Относить К Писаниям Следующей Ведической Версии Ведической Традиции Ну Может быть Как-то Можно Притянуть За уши Это В действительности На санскрите Это Шрути Смрити Нинданам То есть Это Имеется ввиду Шрути И Смрити А буквально Это означает Веды Пураны Законы Ману Дхармашастры Но буквально Это не включает Библию и Коран И много есть проблем С Библией и Кораном Как они вообще возникли Как они толковались И так далее Спасибо за то, что пришли Послушали Пожалуйста Не будьте глупыми Изучайте книги Прабхупады Они дадут вам разум Это так Не считайте их Какими-то Индуистскими Религиозными Книгами Они пробуждают Наш истинный разум Наш истинный разум Наш истинный разум Наш истинный разум Субтитры создавал DimaTorzok